Ребят, всем привет! Меня зовут Настя, я приветствую вас на моем канале. Сегодня я к вам наконец-то добралась с классными новостями, с долгожданными новостями для меня, ну и я думаю для вас тоже. Это будут супер классные новости. Я думаю, вы тоже искренне порадуетесь за меня, потому что вы тоже давно этого ждали. Для тех, кто мои видео смотрит впервые, хочу сказать, что я похудела более чем на 90 килограмм. Я уже сделала пластику живота и пластику рук, и у меня остался второй этап. Это подтяжка груди, подтяжка бедер и ягодиц, потому что надо, потому что я хочу. Ну так вот, я недавно, совсем буквально недельки-полторы-две назад, сходила на консультацию к своему пластическому хирургу, которому я никогда в жизни не изменю. Ну, кстати, знаете, я тут вспомнила на днях, что за последнее время у меня было целых три предложения. Три предложения сделать по бартеру бесплатно в пластической операции. И я сказала, что нет, извините, я такие вещи по бартеру делать не буду. Мне мое здоровье, мне моя красота дороже. Я лучше пойду сделаю за полную стоимость и буду уверена в качестве, чем вот так вот рисковать ради бартера. Вот, поэтому других хирурги ко мне обращаются за рекламой, за бартером, но я всем отказываю, потому что в этом плане я тоже с вами честна и я переживаю и за себя, и за вас. Если вы вдруг тоже там пойдете к моему хирургу, вам тоже захочется что-то изменить в себе в лучшую сторону. Вот, поэтому я снова обратилась к своему хирургу пластическому, пойду схожу на консультацию. Знаю, как дела, как вообще швы на животе и на руках. Кстати, с ними все прекрасно. Как-нибудь попозже, когда у меня будет больше свободного времени, я вам покажу, как они сейчас выглядят. Вот, если кто не видел весь процесс заживления, вот сразу после операции и там в течение полугода я снимала отчеты, как заживал мой живот и мои руки, вы можете посмотреть, есть отдельный прямо плейлист. Вот, ну давайте к главному перейдем. Я сходила на консультацию, думаю, что скажет хирург, какие у нас вообще перспективы, что, как мы будем делать, если что, потому что я понимала, что это нужно сделать. Я, это был период, когда я была в жуткой депрессии, я ничего не хотела, я на себя в зеркало не смотрела. Моя голова и мое тело жили отдельно друг от друга, и мы с психологом очень много сессий провели для того, чтобы моя голова и мое тело соединились в единое, а не в разное, как я до этого себя ощущала. И, знаете, тоже вспомнила такой момент, психолог мне открыл глаза, я говорила, что, слушайте, вот почему я могу вот так вот на ютубе как бы показать людям швы, раздеться, все честно рассказать, почему я могу, а другие нет. И одна из причин, почему я это делала тогда, это потому что я не воспринимала свое тело, как единое целое, ну вот себя, да, то есть мое тело, вот так вот, это было нечто в третьем лице, которое я показывала, говорила, смотрите, вот такие швы, так заживо, смотрите, тут вот так вот похудела, и типа я о чем-то в третьем лице посторонним говорю. Вот, поэтому так легко мне давалось показывать вам все этапы процесса похудения, процесса пластики рук, живота, вот. Но я продолжаю это делать, несмотря на то, что уже, слава богу, мое тело с головой соединены, я им полностью довольна, но мне хочется завершить вот это преображение пластическое после похудения сильного, и я пошла к хирургу, думаю, просто узнаю, да, что да как. Вот, мы примерились, я знаю, что мне необходимо сделать грудь, потому что грудь у меня, это, наверное, я вам потом покажу, как-нибудь с замазанными, сами знаете, чего, какой зоны, я, наверное, сделаю все-таки, типа, до и после фотографий и видео, потому что, ну, как всегда, собираюсь вам все показывать, весь процесс, понимаю, что вам это важно и интересно, и очень многие тоже собираются это делать. И я вам покажу, насколько сильно у меня обвисшая грудь после похудения, насколько там все грустно. Вот, я пришла к хирургу, мы обсудили по поводу бедер, по поводу моей попы, что и то, и то в не очень-то красивом состоянии, и надо бы это все, конечно же, подтягивать, но для меня было, знаете, таким приятным открытием грудь, импланты. То есть я до этого, когда мы, я еще интересовалась первым этапом операции, доктор спрашивал, будут импланты, не будут, я говорила, что не-не-не, не хочу ничего такого, просто подтяните мне все это наверх, где оно, как у всех, сделайте мне, где там грудь должна быть, она у меня никогда на месте не была, поэтому давайте просто подтянем, подтянем. И хирург мне тогда сказал, что погодите, давайте не будем с вами сейчас делать грудь, не будем сейчас с вами делать ноги, давайте сделаем только живот и руки, они заживут, вы увидите совершенно другие пропорции своего тела, и потом уже решите для себя, хотите вы импланты или нет. И действительно, я им очень благодарна за это решение, потому что, потому что действительно руки и живот зажили, и я стала видеть вот эти вот диспропорции такие в своем теле, и понимать, что если я просто потяну грудь, там станет, наверное, размерчик первый из чашки ДЭВ, которую я сейчас складываю, закатываю все, что у меня осталось, и это, ну, выглядит не очень и внешне, и мне как-то дискомфортно, и я к такому не привыкла, и что-то как-то не очень. И он дал мне примерить импланты разного размера, спросил, хочу ли я увеличить, я говорю, не-не-не, мне увеличивать ничего не надо, вот я сейчас ношу чашку ДЭВ, давайте сделаем тоже такую же чашку ДЭВ, просто как бы поднимем это все наверх, туда, где они должны быть. Вы знаете, мы примерили белье специальное, вставили вот образцы этих имплантов, такие силиконовые специальные из наборчика, меняли разные размеры, и мне, когда доктор поставил 350 миллилитров, ну, это как бы чашка ДЭ моя, вот, я такая, вау, я смотрю в зеркало и понимаю, что это реально круто, мне реально нравится, да, то есть я до этого шла с ощущением просто, что вот, ну, как бы надо сделать, меня это не особо впечатлить, но просто вот хочется это все как бы подтянуть и вернуть на место. А тут я увидела эти импланты, увидела вот эту классную, пышную, высокую грудь, я говорю, доктор, и что будет так классно? Они прям вот так вот будут стоять, он говорит, да, как в интересных немецких фильмах. Я говорю, ничего себе, и вы знаете, меня это так впечатлило, и так мне захотелось вот эту нормальную, красивую, женственную, знаете, наверное, не очень такое красивое слово, но не знаю, чем его заменить, стоячую грудь, да, то есть у меня еще в переходном возрасте, когда начала расти грудь, она, знаете, так грустно опустилась вниз, загрустила, сказала, тут мне делать нечего, и мы с ней особо не общались. Вот, поэтому вот то, что мы примерили, я просто обалдела, и у меня такого не было никогда. И я настолько была поражена, даже поражена и грудью, и своей реакцией от того, что я так рада груди, я никогда не думала, что мне это так понравится, потому что я, ну, как бы никогда не желала там какую-то грудь, не мечтала, не фантазировала, ничего такого не было, а тут мне просто дали попробовать ощутить вот эти вот объемы, габариты, вот эти пропорции в зеркале, и я поняла, что, блин, я хочу, и я прям, я прям, я прям загорелась. Вот, мы, значит, все, все подобрали. Кстати, на 350 миллилитров, потом доктор добавлял мне 375, ну, то есть, плюс 25 миллилитров, там такие вкладыши, я понимала, что 375 уже много. Вот, я никогда не думала, что всего лишь чуть-чуть такая небольшая разница в 25 миллилитров, и будет уже, знаете, как-то и тяжеловато, и внешне многовато, и я так и боком, и прямо поворачивалась, смотрела и понимала, что нет, вот, 350 миллилитров, это вообще вот прям мое, мне прям нравится. И пропорции офигенные у тела, и мне комфортно, и мне с ними хорошо, и я прям, знаете, я прям сейчас рассказываю, у меня прям мурашки от радости, что я скоро стану обладателем этой прекрасной груди. Вот, поэтому это прям, знаете, такая какая-то искренняя детская радость. Мы запланировали эти операции на март, на март месяц. Еще я, кстати, хотела делать свои глаза, свои грыжи под глазами, это у меня наследственное, у мамы, у бабушки, у моей сестры, у всех вот эти вот грыжи, вот эти вот мешки, и они у меня, я заметила, после похудения стали очень сильно выделяться, и я заметила, что левый глаз стал прям расти, то есть они у меня теперь, сейчас дневной свет, и вам это не особо видно, но я, к сожалению, каждый день вижу эти мешки, вижу, как они придают мне вот эту вот какую-то усталость, какую-то, не знаю, такое ощущение, что у меня пьяные вечеринки через день проходят, ну то есть мне это совершенно не нравится. Вот, и мы решили, что уберем также эти грыжи во время операции, и это делается трансконъюнктивально, то есть никаких разрезов, ничего, просто через глаз это аккуратно все убирается, и взгляд станет более легким, более свежим, более молодым, и продлится этот эффект порядка 10-15 лет, то есть у всех по-разному, потому что это все гормональные изменения, это все такое, ну лично в моем случае наследственное, поэтому лет на 10 этого эффекта точно хватит, вот. Ждать 10-20 лет, пока вырастут двойные, тройные мешки, и будет уже какая-нибудь четвертая степень у этих грыж, ждать не обязательно, пока у меня вот эта первая степень, ее можно быстро, легко, и минимально травматично убрать, то есть доктор тоже объяснил, что это будут синячки порядка там 3-5 дней, надо будет там компрессы делать, и все, ну и закапывать какие-то капельки в глаза, то есть все, никаких разрезов, ничего, и вот мы решили, что глаза тоже сделаем, вот, то есть у меня нет желания, знаете, там нос, губы, скулы, там чего-нибудь, давайте еще что-нибудь перешьем, у меня такого нет, я делаю исключительно те зоны, которые действительно в очень нехорошем состоянии, это если касается тела, либо глаза, это то, что меня действительно ежедневно, ну, приносит мне какой-то определенный дискомфорт, когда я смотрю на себя в зеркало, я прям вижу эти мешки, вот, поэтому все, все нормально, не переживайте, я не впадаю ни в какую вот это, вот знаете, когда есть какая-то неуверенность в себе, есть какое-то все время нелюбовь к себе, непринятие себя, когда люди постоянно себя переделывают, перекраивают, нет, мне это не нужно, я просто хочу с помощью вот этого второго этапа сделать те зоны, которые меня обеспокоят, и больше ближайшие годы в себя никак не вмешиваться, вот, поэтому мне тоже, как бы, эта идея сделать второй этап, доделать наконец-то, для меня она тоже такая непростая, длительное время взвешивала все за и против, и решила, что хочу, да, вот действительно хочу, мы договорились на март месяц, и вы знаете, я потом, уйдя от доктора, после консультации, я каждый день думала про эту грудь, я от себя, честно, не ожидала никогда, что я буду думать про грудь, вот это прям вообще для меня какое-то, знаете, определенное открытие, и, блин, спустя где-то неделю, я написала менеджеру доктора, говорю, слушайте, а есть места пораньше, вот я, я прям, я уснуть не могу, мне прям снится эта грудь, мне так понравилось, я прям вот хочу, вот, и мне сказали, что запись полная, там до марта месяца, очень много иностранных, иногородних пациентов, которые уже давно проплатили, давно заказали билеты, поменяться с ними никак, и тут мне приходит одна классная новость, сказали, что есть место на 24 января, то есть сегодня 20 января, я об этом узнала в числа 15-го, по-моему, 16-го, я такая, блин, там всего лишь неделя осталась, через неделю операция, блин, что же делать, январь или март, январь или март, я еще очень хотела съездить на море, потому что я 3 года не была в отпуске, мы с мужем не были, на солнышке, на море не были вообще вот 3 года, и очень хотелось, я такая, блин, отпуск или операция, такая, блин, я давай опять взвешивать, все за и против, думать, что же сделать в первую очередь, и решила для себя, что хочу сейчас сделать именно операции, пока холодно, пока еще зима, и будет там ранняя весна, да, и за это время я как раз таки заживу, и потом смогу спокойно, красивенько, и поехать на море, вот, поэтому, вот такое у меня, как всегда, быстрое решение, и 24 января, я ложусь на второй этап операции, да, уже буквально через 3-4 дня, я, когда приняла для себя это решение, менеджер тоже мне позвонил, говорит, а вы успеете пройти анализы, все-таки осталось всего лишь неделя, я такая, вообще, все, все, бегу делать анализы, в тот же день я там сделала УЗИ, мне прислали список, сделала УЗИ, записалась там на это КТ, еще чего-то, записалась на анализы, на ЭКГ, все, и буквально за 3 дня я сделала все, и сегодня у меня на сегодняшний день к среде уже готовы абсолютно все анализы, у меня осталось только на выходных, я сдам ПЦР-тест, и все, все, я все обследование прошла, у меня совершенно все нормально, и по гормонам, и по витаминам, и по крови, и по всему-всему-всему, инсулин, сахар, глюкоза, все вообще совершенно нормально, все в норме, вот, я просто еще сдавала дополнительно ферритин, витамин D, потому что я за допуском к операции пойду к своему эндокринологу, эндокринолог-терапевт, который будет давать мне этот допуск, это мой эндокринолог, который меня ведет уже больше двух лет, знает меня, вот, она попросила сдать это дополнительно анализы, ну, для отслеживания моего состояния, в плане после, там, бариатрической операции, после похудения, как в этом плане, у меня все ли в порядке, и я получила все результаты, там действительно никаких не превышений, не занижений, вообще все абсолютно в норме, и я безумно счастлива. Ну, и так вышло, что 23 января у меня день рождения, а 24 января с утра у меня будет операция. Да, вот так вот сосложилось, что я себе на день рождения, получается, подарю красивую пышную грудь, новое тело, и я прям, я прям, знаете, вот, у меня такое ощущение, что все идет так, как оно должно быть, вот, вот никак иначе, и я прям рада, рада каждому своему решению, рада каждому своему выбору, то есть без тех ошибок, без того опыта, я бы не была сегодня в этой точке, не была бы сегодня с этими результатами, и, блин, все реально классно. Кстати, по поводу веса, несколько дней назад я взвешивалась, было уже 74 килограмма, то есть я за январь похудела на 6 килограмм, кто не видел мое видео, как я в декабре набрала плюс 10, можете глянуть, вот, на сегодняшний день вес уже не 86, а 74, и я думаю, может быть, даже меньше, но я наелась вчера соленой рыбой и соевого соуса, поэтому не стала взвешиваться сегодня перед видео, потому что там 100% задержалась влага, но я чувствую по своему организму, что действительно стало легче, стало меньше, ушла задержавшаяся вода, вся вот эта влага, объемы стали меньше, и мне стало легче, комфортнее и приятнее. Конечно же, я снова буду показывать вам все этапы операции, подготовку, буду показывать вам день операции, свое состояние сразу после операции, конечно, я не смогу это все монтировать и выкладывать на YouTube, но я постараюсь, прям чуть ли не в режиме реального времени, выкладывать это все у себя в Instagram, как это было с первым этапом, то есть кому интересно, кто хочет быть в первых рядах и видеть, что со мной будет происходить, вот прям чуть ли не минуту в минуту, вы можете перейти ко мне в Instagram и следить за мной, за всем процессом. Ссылочку на свой Instagram я оставлю внизу в закрепленном комментарии, буду рада пообщаться с вами, если что, пишите в директ мне, я всегда отвечаю всем своим подписчикам, рада всегда пообщаться. На YouTube я практически не читаю комментарии, потому что я прекрасно понимаю, что тут, к сожалению, очень много людей, которые не знакомы с моей историей от начала до конца, многие меня осуждают, не принимают и прочее, я не хочу весь этот случайный негатив пропускать через себя, и поэтому я это стараюсь не читать, поэтому если вам действительно важно пообщаться со мной, получить честные, открытые ответы на любые вопросы, которые у вас появились, пишите мне в Instagram, я с радостью отвечу. Подписываться на меня не обязательно, ребят, я не зарабатываю ни на своем Instagram, ни на YouTube, поэтому я исключительно здесь для того, чтобы дать вам какую-то пользу, то есть я понимаю, что многие девочки хотят сделать грудь, тоже боятся, пластические операции многих интересуют, и действительно есть определенные страхи, поэтому я просто для того, чтобы помочь вам убрать вот эти страхи, которые у вас есть в голове, именно ради этого я и снимаю весь процесс. Вот, что касается стоимости еще операции, я иду за полную стоимость, вы не думайте, что был какой-то бартер, или какая-то там скидка, потому что я блогер или что-то такое, нет, я иду по обычной стоимости, у меня была скидка 7%, потому что я постоянный клиент, уже не первый раз прихожу к доктору, вот, но я делаю все абсолютно за свой счет, абсолютно так же, как и любой другой пациент, у меня нет никаких поблажек, нет никаких подарков, бонусов, бартеров и прочего, вот, поэтому все операции будут проходить исключительно за мой счет. Если вам хочется узнать стоимость операции, во сколько мне все это вышло, тоже пишите мне в инстаграме, потому что тут я цену обсуждать тоже не буду, тут тоже начнется очень много бла-бла-бла по поводу лучше быта деньги, там, не знаю, раздала кому-нибудь, чем на такое тратить, это давайте вопрос цены, если вам действительно важно, вы действительно хотите сделать эти операции и готовитесь, ищите, я вам честно все покажу, пришлю фотографию расчетов, которые у меня были, и поделюсь с вами всей информацией, которая у меня есть. Вот, на этом сегодня все, осталось всего три дня, я побежала сдавать дальше анализы, у меня уже завтра, завтра у нас, что, завтра у нас пятница 21, я со всеми анализами иду к своему эндокринологу за допуском к операциям, у меня останется суббота-воскресенье, воскресенье день рождения, мы планировали пойти в спа, я, но в первой жизни хотела, знаете, вот на такое что-нибудь, какое-то телесное удовольствие получить, мы с мужем записались на спа, там с массажем, с какими-то обертываниями, с бассейн, вот это все, прям я такая мечтала об этом дне, потому что, ну, никогда такого тоже у меня не было, и мы это все, конечно, отменили, потому что идти в бассейн, в баню распариваться, переохлаждаться, перегреваться перед операцией, не лучшая идея, и можно и простыть, и все прочее, поэтому, ну, нафиг, мы все отменили, просто посидим дома в выходные, спокойно отметим вместе, и, ну, наверное, может быть, сходим в какой-то ресторан, да, возможно, я даже сниму для вас маленький влог, как вы провели этот день, вот, на этом сегодня все, мне пора бежать, надеюсь, вы будете следить за мной, за всем процессом, я буду рада, если я смогу вам как-то быть полезна, быть интересна, если хотите следить за мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх под этим видео, я буду стараться выпускать как можно больше снова отчетов, показывать вам весь процесс, Ну что, наконец-то этот день настал, и уже буквально через 3-4 дня, сразу после дня рождения, я пойду сделаю эту шикарную брудь, вы просто, я не знаю, я просто радуюсь как ребенок, для меня действительно это очень важно, это очень ценно, и очень, блин, я очень этого жду, вот, правда, искренне, вот, я надеюсь, что вы тоже порадуетесь за меня, на этом все, до скорых встреч, спасибо, что досмотрели это видео до конца, всех люблю, всех целую, пока-пока.